Продолжение следует... И очень работящий, и хороший специалист, знаете. И он очень долго пытался получить визу. Ну, для тех, кто не знает, что такое Казахстан, ну, это как и любой другой стан, знаете, где у власти сидят эти, которых лопата не убьешь. Ну, еще первые секретари там обкомов или ЦК КПССов или чего это. Ну, которые избрали, ну, путь в Северную Корею, скажем так. И я сколько ни пытался пригласить людей из Казахстана, не дают им визы, не дают канадцы визы. Ну, есть основания, да, понятно почему. И вот человеку, наконец, удалось пробиться, он волевой, решительный, и он получил визу, он сейчас здесь, в Канаде. И будет пытаться найти хоть какую-то зацепку и оформиться. Не то, что остаться нелегалом, а нет, правильно, все это просто по-настоящему оформится. И поэтому, ребята, нужна ваша помощь, знаете. Я из Бани только что, поэтому такой как чмок. Ага. Ну, меня часто, ребята, вы знаете, я именинерсионными вопросами вообще не занимаюсь. А тут ребята предлагают часто, ребят, давай, дядя Вова, там, канал, там, лохотрон какой-нибудь разведен, там, призы, шариковые ручки, футболки, там, не знаю, там, веточку сексаула из Канады. Ну, нахера нам все это нужно, чем дети, что ли, правда? А тут вот настоящий реальный шанс такой, никакие лохотроны тут, никакие там, чайников разыгрывать, а помочь человеку. И поэтому, пожалуйста, ребята, если вы живете в Канаде, если вы знаете какой-то вариант, помогите, пожалуйста, напишите в комментариях. Реальный такой вариант. Знаете, если знаете фирму, если знаете работодателя или какую-то сферу отрасли, которые реально могут помочь с эмиграцией, там, ну, визу на работу или знает эту систему. Потому что я знаю таких компаний очень много, и я знаю, что раньше искали очень сильно, да и сейчас, наверное, ищут. Вот Игорь, допустим, из Хадсон-Бэй живет там и работает с этой тяжелой техникой. Ну, на расхват. Или вот Женя Вриджа, они тоже там тяжелые эти автомобили ремонтируют все. Ну, я знаю, постоянно писали, ищут тяжелые дизельные, особенно агрегаты ремонтировать, там, механиков ищут постоянно. Я также знаю, что здесь у нас есть, были рядом конторы даже, которые тупо ездили в Украину, привозили там 10-15 человек, и все, они работали. Ну, потом наш народ, вы сами знаете, смышленый, пару лет там получил документы, и все, сваливает в крупные города, там, дурных нема. И потом, не знаю, почему это, ну, не из-за этого, конечно, из-за других факторов сейчас этого больше филиппинцев стали брать. Ну, и в то же время, ребята рассказывают, если ты сварщик, если ты дальнобойщик, если ты там садтехник, то очень легко. Поэтому, если вы знаете какие-то методы, какие-то зацепки, как это все натурально действует, пожалуйста, напишите. Если у вас есть какие-то знакомые адвокаты там, то все, только учтите, человеку 50 лет уже. И, это, ну, монетобовская программа, любая программа, какая там, если считаете, подходит, напишите, пожалуйста, помогите, советом. Ну, человек, что он умеет, он умеет работать, насколько я знаю, на тяжелой технике, на любой экскаваторах, на бульдозерах. Он может раскидать, собрать автомобиль, там, коленвал заменить, не знаю, коробку сцепления заменить, все на свете, знаете. То есть, ну, натурально человек умеет работать руками, головастый человек, и он без всяких проблем покажет, что он умеет. И объясниться сможет худо-бедно, язык тоже это не совсем у него нулевой. Ну, и так, пацаны, давайте, потому что вот наш брат всегда кричит, наши, своих, не бросает, вот, реальный шанс. Не молчите, если знаете что-то, пожалуйста, это, ни к чему это не обязывает, просто давайте, не будем бросать своего человека, поможем ему, хорошо? И так, надеемся на вас, ребята, давайте. Действуем.